И про Наполе. А давай, может быть, опрос. Здесь как-нибудь учтем эти еще один безвестный опрос. Три команды, про которые мы будем говорить, этот Наполе, Ивентус и Лацио. И я бы предложил опрос, кто из них не упадет в Лигу Чемпионов. Кто мимо ЛЧ? Из этих трех команд. Ну, потому что мы о них сейчас будем говорить. Ну да, из этих кто? Хорошо, давай. Скорее, не потому что, чтобы не было много вариантов. Ювентус. Лацио, Наполе. Исключительно потому, что мы о них говорим. Да. Если считаете, что несколько команд не попадет, выберите одну. А может, на 4-4 все упадут? Точно. Да. Ну или кто, вероятнее, не упадет. Вероятнее. Потому что могут две не попасть. Могут все не попасть. Может же такое быть. Интер, Милан, Рома, Фиорентина. Могут. Ну или Аталанта. Да, могут. В принципе, все не попасть. Монса, в конце концов. Так, к Наполе. У Наполе... Если Лацио выиграет с показателем 88%. Да. А перед ним кто будет? Перед ним Наполе или Вентус. А у Януса будет 14, да. Не будет 14? Ну вот это будет очень забавно, если будет 14. Ну потому что... Это не совсем стоп. Будет очень забавно, если будет вместе. Да. У Наполе немного изменений в плане состава этим летом. По сути, из старта ушел только Ким. И пришел формально на его позицию Натан из системы Редбула, из бразильского Брагантина. Молодой центральный защитник. Купили за 10 миллионов. Я так понимаю, для серии А... Не надеюсь, это сценарийски не звучит. Но это большие деньги. И поэтому, наверное, он предполагается игроком стартового состава. Но главное изменение, это, конечно, позиция тренера. Спалетти, спасибо большое за чемпионство. А Руди Горсия, добро пожаловать в клуб. И здесь, собственно, кроется главная интрига. Ну, сейчас к интригам, наверное, попозже перейдем. Я не знаю, там была у нас структура уровень прошлого сезона, от чего им не хватало и так далее. Но уровень прошлого сезона – это чемпион серии А с отрывом. И, кажется, бесспорно, по крайней мере, до апреля. Бесспорно, пока Интер не стал показывать игру похожую по уровню. А Наполи не сдал относительно себя самого же осенне-зимнего периода. И все это, как мне кажется, базировалось на очень стабильном стартовом составе из 11 человек. То есть есть 11 человек из Наполи в прошлом сезоне серии А, которые сыграли минимум 20 игр в стартовом составе. Да, в других командах таких людей больше, но вот в Наполи четко есть 11, и все они хорошо распределяются по позициям. Хотя есть, по сути, две позиции – левый защитник и правый вингер, которые плюс-минус варьировались, особенно по весне. А остальные все были распределены. И еще у Наполи очень удивительная статистика в прошлом сезоне, которая тоже, наверное, отражает их средний уровень, который возвышался над остальными. Это статистика по ожидаемым голам с игры и по ожидаемым голам со стандартов. По ожидаемым голам с игры Наполи четвертая команда, по ожидаемым голам со стандартов Наполи четвертая команда. При этом по совокупной остроте созданных моментов, ну, совокупному XG, Наполи вторая команда. Просто потому, что это и там, и там набор первой тройки разный. Только Интер был в первой тройке по одному и по другому показателю. Ну и да, и к схеме. Любимая, наверное, схема Роди Гассии 4-2-3-1, либо 4-3-3. Но 4-2-3-1 он, наверное, чаще использовал по своей карьере. И это та схема, которая была в большинстве матчей прошлого сезона. Хотя Де Лаурентис и публично говорила о том, что искал тренера из 40 вариантов, выбирал того, для кого 4-3-3 является базовым. Ну, это... Там же можно просто по-разному изобразить Зелинского. То есть он, может быть, и тоже уйдет. Можно так, там Лоботка-1, можно Замбо-Нгиса и Лоботка-Зелинский. Да-да-да. Ну, если по позициям, здесь, в принципе, все плюс-минус неизменно мерят в воротах. Де Лоренцо справа. А, видимо, Рахмани здесь, где и играл. Здесь, судя по всему, Натан, вряд ли кто-то, кто был до этого в команде, там был... Ким. Да, точно, спасибо. Кули Бали, я вспоминал Кули Бали. Да. Нет, но этот бразилец Жоан. Жезвис? Да. Нет? Да? Ну, который был взрослый. Ну, он, скорее, резервный вариант. В основе был Ким. Да-да, я имею в виду, кто здесь может играть. Я пробовал. Ну, видимо, Натан. Здесь Марио Руи либо Оливейра, но, наверное, Марио Руи первый выбор. В принципе, похожие по функционалу люди, и если будет один, а не другой, не будет сенсаций. Лоботка остается, его почему-то Ливерпуль не рассматривает, и никто, и Челси не рассматривает, и никто вообще никогда. Ангиса остается, его ни один Силдовский клуб пока не купил. Здесь самая интригующая позиция Зелинский, и его активно обсуждали в связи с переходом в Саудовскую Аравию, но из-за того, что у него заканчивается контракт следующим летом, но вроде бы он продлевается и остается в Наполе, и отказал в Саудовской Аравии. И еще писали, что ему жена запретила в Саудовскую Аравию ехать. Почему? Ну, не хотел, наверное, сама туда ехать. Ну, могла бы не ехать. Разные люди. Самое интригующее, потому что Фабрицио Романо на этой неделе, чуть ли не вчера, написал, что все согласовано по Габри Веге из Сельты. И если он появляется в Наполе, причем он появляется за какие-то смешные по современным меркам деньги, за 36 миллионов евро, меньше чем 40, и я понимаю, что в Англии была бы наценка ВПЛ. Ну, 10 миллионов набросим, но если Габри Вега, из которого можно лепить практически любого полузащитника любого типа, он молодой, при этом уже с хорошими качествами, которые проявляются. Согласен ты вообще, испанский Арн Рэмзи. Допустим, да. То есть он может как раз-таки сбалансировать, если это будет тройка со стороны полузащитников, и выходить вместо Зелинского, потому что он скорее как восьмерка, а не десятка. Но может также выходить и в схеме 4-2-3-1 вместо Зелинского выше, либо может заменять условно Ангеса, если предпочтет такой более открытый что ли вариант Руди Гарсия. Хвича слева ничего не поменялось. Справа, по сути, три варианта Лосана, Политана и Алмаз. Наверное, Лосана в прошлом сезоне был стабильнее всех, когда выходил в стартовом составе. Поэтому здесь, я думаю, ну тут сложно что-то предполагать, как Руди Гарсия их видит, но я вижу здесь Лосана скорее. Асимин в центре атаки, его тоже пока никто не купил. И не факт, что купит вроде бы, до угрозы всем отказывает. И пока Асимин в стартовом составе. Собственно, несколько изменений в первую очередь касаются, ну помимо центра защиты, глубины состава, которого, как кажется, не хватало на поле и в прошлом сезоне. И, возможно, в этом году будет не хватать Кавести. Купили на одну, условно, из позиций, но резервную позицию шведский полуощрительник из Реймса. Или из Реймса. И, ну, по сути, на одну из этих двух позиций, но... До этого в Митюландии в Лиге Чемпионов играл. Но это все равно не делает его игроком стартового состава Наполя. Скорее, это на подмену, либо на какой-то форс-мажор, если вдруг что-то случится с игроками, травма или Саудовская Аравия. Ну, Вейга, да, видимо, придет. И это хорошее усиление глубины, там, варьировать их сиренским и так далее. И выкупают Распадориевы, выкупают Симеона. И вот здесь может быть интрига тактическая, как будет не... Если все-таки Асимин уйдет в конце трансферного окна, который от Саудовской Аравии до середины сентября. Или уйдет зимой и так далее. Не будет ли это даже плюсом для Руди Гарсии, который любит использовать на позиции центрального нападающего не классическую девятку, а ложную. Как был Депай в Лионе, как был Тотти или там Пьянич еще в Роме, как был Акампас в Марселе. Если уходит Асимин или условно в каких-то матчах, здесь появляется Распадори, который может и опускаться глубоко, освобождая пространство для рывков, там, вингеров, Криховича и кто бы ни был справа. Или... И плюс он, как, наверное, более подвижный, более мобильный и с большим опытом игры на позиции десятки. Большим. У него он есть, по крайней мере, в отличие от Асимина. Создавать, собственно, любимые перегрузы, треугольники на флангах любимой Руди Гарсии, смещаясь на один или на другой фланг. И в этом смысле, я думаю, какая-то вариативность у Руди Гарсии есть. И, может быть, Распадори окажется хорошей альтернативой. Не нужно будет искать прямую замену Асимину, если вдруг возникнет такая необходимость. Согласен, мне он тоже очень нравится. И такая идея, конечно, вот это, наверное, из оперы «Реал, пожалуйста, не покупай Мбаппе», потому что мне так будет менее интересно следить. А тут «Наполя, пожалуйста, продай Асимхен, тогда будет интересно следить». Меня вот этот треугольник Хвича, Габри Вейга и Распадори уже сейчас возбуждает. Хорошо, что здесь стол. И еще, конечно, еще одна интрига, про которую нельзя не упомянуть, это надолго ли Руди Гарсия в «Наполе» с учетом характера Руди Гарсии, который, ну, скверно об этом говорили и те, кто с ним работал, там Жунини Пернабука намного говорил не очень приятных слов, и с учетом не самого простого характера Де Лауренкеса, который и с Палеттия расстался, не пойми как, хотя пытался продлить отношения, тоже не пойми как, и с Гатуза тоже там чуть ли не через месяц собирался уже расставаться, но потом потерпел и уволил по ходу сезона, и чуть ли не с Бенитасом тоже были проблемы. То есть вот насколько вот эти два характера уживаются вместе, с учетом того, что, если верить итальянской прессе, Руди Гарсия не был даже третьим выбором у Лауренкеса изначально. Ну вот, там четвертый-пятый выбор, и вот теперь он будет играть в серии Ас-Наполе. Ну, я ему желаю, мне кажется, это очень сильно недооцененный тренер, он всегда ставит зрелищ на футбол, и он может именно линию этой команды здорово продолжить. Да, ну вот по составу, я думаю, главное все-таки, насколько Натан может заменить Кима, либо там не Натан, не знаю, Лео Эстигор, вдруг он тоже топовый окажется внезапно, или Натан, которого я, честно говоря, не видел в Бразилии, но я и Кима особо не видел в Галтасарае, а потом как увидел, так глаза не мог сомкнуть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok